Добрый день, дорогие друзья! Большое спасибо организаторам за приглашение. Всегда приятно присутствовать на этой замечательной конференции, даже в формате онлайн. Я, наверное, сегодня не буду говорить о всех биомаркёрах, расскажу только о так называемых имиджентных перспективных маркёрах. Начать хотел бы с мулькулярной классификации, потому что сегодня мулькулярные механизмы происхождения опухоли лежат в основе, во-первых, выбора перспективных мишеней разработки новых препаратов. Данные консорциума TCGA позволили сделать такую классификацию для большинства распространённых сиолидных опухолей и аненокарцинома желудка не является исключением. Данная классификация была первично разработана в 2004 году, в дальнейшем она много раз поправлялась, и данный слайд содержит, наверное, её последнюю редакцию. И здесь самым распространённым типом является, так называемый, тип син, который представлен хромосом нестабильными опухолями. И здесь для нас, конечно, наибольший интерес представляет изменение генов, кодирующие рецепторные кирозинки нады, среди которых мы много видим старых знакомых. Здесь находится ген HER2, апплификация которого уже является клинически значимым, широко используемым маркёром. Ну и многие другие, которые, наверное, также будут представлять в ближайшее время собой мишени адиатаргентной терапии. Другой, прямо другой стороной Луны является, наоборот, хромосом стабильной опухоли, которые представлены в основном диффузным раком, наверное, наиболее тяжело курируемым типом аденокарцинома желудка в данном классе, пока мы мало что понимаем, мало знаем, какие маркёры. И это, наверное, поле для ближайших исследований. Наверное, наиболее интересной для клиницистов групп являются опухоли с высокой микроскелитной нестабильностью, характеризующейся большим количеством мутаций, гиперметилированием, высокой инфильтрацией иммунными клетками, и представляющей собой наиболее интересную группу для терапии ингибиторов микотфольных точек иммунитета. Рядом здесь прилегает маленькая группа, которая характеризуется ещё большим количеством мутаций с дефектами генопауе. И пятая, хорошо обособленная, также интересная группа – это опухоли, которые связаны с инфицированием вирусом Эпштейн-Бар, которые характеризуются также гиперметилированием, высокой иммунной инфильтрацией, высокой иммунной активностью и представляют собой потенциальную группу для иммунотерапии. Собственно, основные маркёры, характеризующие эти типы, представлены в современных клинических рекомендациях. На данном слайде рекомендации НССН. Мы видим здесь хорошо уже знакомый нам мультуарный маркёр ХЕР-2, гиперэкспрессия которого может определяться с помощью иммунной гистохимии, с помощью ФИШа, и сейчас уже отдельные клинические рекомендации говорят о том, что это может быть сделано в процессе высокопроизводительного степенирования, маркёр ПДЛ-1, определяемый иммунной гистохимии, микрострелитная нестабильность, которую мы только что упоминали, которая может быть характеризована с помощью ПЦР-анализа и фрагментного анализа, либо может быть исследована с помощью иммунной гистохимии, но уже выражаемый как дефект системы репарации неспаренных оснований. Ну и, наконец, НССН нам предлагает три эмергентных маркёра. Это перестройки генов НТРК-1, 2, 3, ведущие к образованию высокоактивного с точки зрения трансформирующей активности гибридному белку. Это мутационная опухолевая нагрузка и те самые опухоли, которые произошли в результате инфицирования вирусов в Штейн-Бар. Я не буду сегодня говорить про мутационную опухолевую нагрузку, потому что этот маркёр требует более детального рассмотрения. Он очень дискутабельный, а постараюсь несколько слов сказать об НТРК и об Штейн-Бар-вирусе. Если мы посмотрим в историю разработки препаратов для инактивации гибридных белков НТРК, а именно ларатротениба, энтротениба, то мы не увидим аденокарциумового желудка в регистрационных исследованиях. То же самое мы видели, собственно говоря, и в данных КСИДЖЕЙ. Но не было таких мутаций в том пуле опухолей пациентов, который был охарактеризован. И это подтверждает недавно публикованное исследование 2019 года, в котором исследовалось порядка 438 аденокарциумового желудка с помощью метода ГХ. Авторы показали ноль позитивных образцов. И, пожалуй, наиболее обоснованное первое исследование японских авторов, которое показало, что всё-таки такие перестройки при раке желудка, они есть, было опубликовано только в прошлом году. Авторы показали перестройку гена НТРК-1, показали с помощью иммуногистохимии, с помощью высокопроизводительного секвенирования РНК. Однако пациент, к сожалению, был потерян. Посмотреть на данные терапии не удалось. И сегодня в целом мы можем констатировать, что для рака желудка использование данного маркёра в качестве иммуномаркёра, пожалуй, в общем-то, не обосновано. Но в силу того, что сегодня в клиническую практику активно входит высокопроизводительное секвенирование, которое является мультиплексным, то есть позволяет определять много маркёров на том же типе материала и достаточно эффективно. Последние рекомендации прошлого года ЭСМО выводят для нас вот такую табличку, которая приведена здесь в правой нижней части этого слайда. Но, казалось бы, достаточно широкий спектр маркёра. Мы обращаем внимание на то, что среди них достаточно мало валигированных. И валидация остальных, видимо, потребует какого-то времени и вполне возможно не приведёт к каким-либо значимым результатам. Поэтому ЭСМО не включил рак желудка в список тех локализаций, для которых мы уже сегодня можем рекомендовать высокопроизводительное секвенирование, как таких, например, как аденокарцинома лёгкого. Поэтому, наверное, можно заключить, что перестройки НТРК сейчас являются скорее таким фантастическим, спорадическим маркёром, который, несмотря на то, что уже попал в качестве эмергентного в рекомендации, наверное, в данный момент представляет мало интереса. Наверное, это представление может перевернуться через какое-то время, но сегодня это так. Другим эмергентным маркёром является Эпштейн-Бар-вирус, который связан с Эпштейн-Бар, зависимым раком желудка. Данный вирус вызывает инфекционный иммунодоплиоз, передаётся с помощью слюны, с помощью чихания. Собственно говоря, это обосновало его такое бытовое название – это болезнь поцелуев. На антитела к этому вирусу являются у большинства людей в разных регионах мира. Данный вирус вызывает лимфомы, рак носоглотки и рак желудка. И что характерно, что опухоли индуцированные Эпштейн-Бара иммунологически активны вследствие синтеза вирусных антигенов, которые специфичны для опухоли, которая произошла в силу стимуляции её инфицированием данным вирусом. Эпштейн-Бар, зависимый рак желудка, в силу этого имеет высокую инфильтрацию иммунными клетками, более высокие уровни Феделя-1, что, собственно говоря, и вызвало интерес к этой группе опухолей, предположив, что они являются потенциальными мишенями для терапии блокаторами иммунных контрольных точек. В данный момент, по данным TCGA, при таких опухолях происходит частая амплификация локуса 9P24, которая как раз и содержит гены, которые кодируют белки ПДЛ-1 и ПДЛ-2. Вкупе со стимуляцией течь первого ответа в этих типах опухолях это может существенно усиливать презентацию неопитопов опухоли. Но в то же время Эпштейн-Бар позитивные опухоли имеют вполне себе не очень высокую мутационную нагрузку. Она сопоставима с таковой для MSI стабильных опухолей и на порядок ниже, чем в опухолях, которые обладают высоким статусом микросатилитной стабильности. И логично, что в ряде исследований было показано, что как MSI-HI такие пациенты имеют лучший прогноз по сравнению с другими группами. В 2018 году было опубликовано, пожалуй, такое первое перспективное клиническое исследование второй фазы с кем-то авторами, в котором исследовался ответ на пембролизумаб у пациентов с аденокарциновой с распространённым раком желудка в зависимости от наличия тех или иных маркёров. И ожидаемо этот ответ был хорош при высоком статусе, высоком типе микросатилитной нестабильности. Но посмотрите, что при положительном статусе вируса Эпштейнбара ответ наблюдался в 100%. При этом статус ПДЛ-1 являлся не слишком хорошим маркёром прогноза. Ну и кроме этого, был в этом же году описан позитивный ответ на терапию вилумабом у пациента, также с ИБВ-положительным раком желудка, который был в дальнейшем включён в исследование шевелинцевой материи фазы 1. Если мы посмотрим на данные Кейнотов, в частности, в данном случае на Кейнот-62, в котором исследовалась терапия пембролизумабом напротив химиотерапии, при использовании в качестве статифицирующего маркёра MCI-Хай были получены статистические значимые преимущества пембролизумаба, а вот при применении в качестве маркёра статуса ПДЛ-1, при стататном скоре ЦПС больше единицы, мы не видим вообще выигрыша в общей выживаемости, и при использовании уже достаточно высокого скора, более 10, кривые только здесь начинают статистически значимо расходиться. В целом, если посмотреть на аденокарциномы желудка, то почти половина пациентов с данным типом рака имеет ЦПС больше единицы. Данный процент в два раза уменьшается, если мы выставляем котов более 10, и становится только 10%, если мы используем достаточно высоких котов более 50. Надо сказать, что опухоли с высоким статусом микросолитной нестабильности встречаются примерно тоже в 10% случаев. Эпштейн-Бар инфекция также встречается в 10% случаев. Ранее в результате консорциума TCGA и консорциума CRG было показано, что и для MCI-позитивных опухолей характерный вот этот высокий СПС с высокой медианой, больше 10 и с большим разбросом. И для Эпштейн-Бара медиана оказалась даже ещё больше. Это также достаточно высокий СПС. Поэтому можно предположить, что, в общем-то, вот та группа пациентов, которую мы стратифицируем по ПДЛ-1, которая оказалась не очень хорошим стратифицированным маркёром, она имеет значимое пересечение с непересекающимися группами MCI-Хай и Эпштейн-Бар вирус позитивные, при этом пересекаются они с ПДЛ как раз по тем самым пациентам, у которых высокий статус СПС-скора. Поэтому можно предположить, что вот MCI-Хай уже зарекомендовал себя высокопозитивным клиническим значимым маркёром. А вот для Эпштейн-Бара мы видим похожую ситуацию. По-видимому, высокий СПС с ПДЛ-1-скор, он как раз ассоциирован, предположительно, с Эпштейн-Бар инфекцией. Да, конечно, можно предположить, что сюда может ещё подключаться инфекция хеликобактер пилори, которая также была показана, что имеет статистически значимую ассоциацию с высоким ПДЛ-1-скором. Тем не менее, фактически сейчас назрела острая необходимость верифицировать эту гипотезу, является ли наличие Эпштейн-Бар белков, инфекции в аденокарциномии желудка важным клиническим маркёром для назначения того или иного вида терапии ингибиторами контрольных точек иммунитета. И, собственно говоря, эта мысль отражена в рекомендациях НЗСН, она отражена в ряде публикаций. Все мы ждём более зрелых, более обоснованных данных клинических исследований. Такие исследования начали появляться. Некоторые из них я привёл на данном слайде. Конечно же, это хорошо знакомое нам исследование ЧИКМЭК-358, которое исследовало эффективность неволумаба для терапии вирус-ассоциированных опухолей. В прошлом году мы увидели данные по вирусу папилломы, и, в общем, с терпением хотелось бы посмотреть, что же творится с вирусом Эштейн-Бара. Это исследование из Нью-Жаси, наконец, менее понятное, но, по-видимому, всё-таки грамотно построено исследование китайское с их препаратами. Таким образом, данный перспективный маркёр уже вплотную подходит для решения клинических задач. И это, в общем-то, вполне обоснованно, потому что если мы глянем на, собственно говоря, методы его выявления, которые могут быть использованы в реальной клинической практике, то они, в общем-то, по сути дела, уже имеются. Некоторые из них хорошо валидированы, некоторые из них уже имеют регистрацию. Эштейн-Бар-инфекцию можно выявлять и фишом, и РНК-фишом, и существуют иммуногистохимические подходы. И в эту же область уже активно вплывает классический количественный ПЦР-анализ. Почему? Да потому что мы исследуем эту инфекцию уже при других инфекционных патологиях. Здесь же подтягивается цифровая ПЦР, и уже тот же самый инсистент говорит нам о том, что выявление данного мультикарно-генетического маркёра возможно и в рамках широких панелей для высокопроизводительного сегминирования. То есть фактически база для диагностики уже готова, поэтому, наверное, уже сейчас данный маркёр должен начинать рассматриваться, должны проходить какие-то попытки его выявления для того, чтобы эта база к тому моменту, когда мы будем иметь уже его не в формате эмергентного, а в формате клинического значимого, это всё не представляло собой очень долгий путь, как тот, например, который мы видели для мутации гена EGFR, например, переракив лёгкого, несмотря на высокую клиническую значимость вышеупомянутого маркёра. На этом я хотел бы, наверное, закончить. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok